Сегодня, как мы с вами и говорили, мы в принципе пройдемся по тому, что мы уже изучили. Мы прошли, так скажем, некую информацию, которая нам в дальнейшем пригодится, но вся эта информация, она в принципе входит в общий комплекс, который поможет нам грамотно-технически понимать рынок и предсказывать, так скажем, его дальнейшее движение. То есть график у меня открыт Bitcoin USDT, в принципе некое движение Bitcoin предпринял, то есть в принципе оно было ожидаемо. На предпоследнем занятии мы с вами это проходили, то есть мы с вами отмечали некую зону увязания, которую мы пробили обратно вверх, как и предполагалось, и дошли в принципе практически до основной цели прийти волны, но не до конца. То есть сейчас это не особо вам будет понятно, то, что я сказал, но в дальнейшем вы поймете всю суть, так как мы с вами будем переходить именно на изучение пол-эллиота, соответственно, будем пользоваться инструментами для определения целевых зон, изучим с вами 5 факторов, назовем это 5 пуль, которые, соответственно, убивают тренд и он меняется. И будем уже двигаться дальше, практиковаться и совершенствовать свои навыки в анализе рынка. Давайте начнем с того, что есть ли у кого-то вопросы по темам, которые мы с вами уже изучили. С учетом того, что у меня сейчас открыт график на Trading.io, вы можете задать свои вопросы, и мы на живых примерах можем это разобрать. Поэтому, если вопросы имеются, то задавайте. Окей, вопросов нет. Тогда смотрите. То есть далее мы с вами будем переходить к более сложному аспекту. Если вопросов нет, как я понимаю, материал все освоили, который был дан до этого, он был простой. Далее материал будет сложнее, поэтому советую вам, все-таки, кто не завел, завести некий блокнотик. И все вопросы и то, что будет непонятно, лучше задавать сразу, пока мы не отойдем от тех тем, которые мы будем проходить. По факту мы с вами будем изучать волновую теорию Иллиота. То есть она была придумана очень-очень давно, и она именно показывает ход рынка. То есть если, в принципе, уменьшить рынок, уменьшить график, то мы с вами видим то, что рынок, в принципе, идет волнами. Но все это очень циклично, и все это продолжается, то есть из цикла в цикл. Единственное, что все это идет на восходящий тренд. По факту нисходящего тренда у нас не было уже давно. Были коррекции в рамках одного цикла. Коррекции, они всегда у нас взлятся очень долго по временем. В дальнейшем, когда мы будем изучать именно коррекционные волны, вы это поймете, почему оно происходит именно так. Потому что коррекционные волны, особенно четвертая волна, она занимает примерно одну третью всех волн. То есть она занимает самый большой временной период. Если, то есть, оглядываться назад, то не так давно, когда была коррекция, волна четвертая длилась на фондовом рынке практически три года. То есть три года рынок находился в нисходящем движении именно в четвертой волне. Поэтому оно происходит вот как-то так. Волны эллиота, они себя представляют, если рисовать схематично, вот такое вот движение. То есть это пять волн эллиота, из которых у нас получаются три импульсные волны. Это первая волна, вот этот отрезок, это третья волна, этот отрезок, и пятая волна, это вот этот отрезок. И, соответственно, две коррекционные волны, это вторая волна и четвертая волна. В принципе, если так посмотреть, то, я думаю, вы понимаете, то есть, если даже наложить это на график, как это выглядит. Понятно то, что если это подстроить, и именно найти все факторы, почему рынок делал то-либо иное движение, всему это будет объяснение, и волны, соответственно, наложатся именно на график идеально, так как оно и есть на самом деле. Поэтому волновая именно теория эллиота, она самый действенный инструмент для анализа рынка. При этом, при всем, то есть, мы с вами будем разбирать те целевые зоны, которые у нас будет приходить цена, изучим с вами коррекцию, расширение Fibonacci, которые именно дают нам показатель, где открывать, где закрывать сделки. Так как каждая волна, она имеет свои рамки, свои границы, тех промежутков, по которым ходит цена. При этом, при всем, это поможет нам забирать те движения, которые, в принципе, происходят на рынке здесь и сейчас. Если, вот, допустим, для примера, взять последние движения на рынке, то есть по биткоину, я могу вам объяснить, почему цена именно пришла вот сюда. То есть, мы с вами можем взять расширение по Fibonacci. Так. И именно отмерить саму третью волну, то есть, которая у нас произошла буквально вот-вот на днях. То есть, у нас получился отрезок, отрезок по Fibonacci. При этом, при всем, то есть, третья волна, она у нас всегда ходит один в один. То есть, один к ста. Соответственно, при растягивании данного расширения, мы с вами понимаем, то что третья волна, она должна у нас была прийти вот сюда. То есть, она так и сделала. При этом, при всем, если бы мы с вами рисовали целевую зону, то целевая зона у нас получилась бы вот такая. При этом, при всем, если у нас график шел бы дальше вверх, то для нас самый важный уровень был бы именно 120%. Так как на уровне 100%, у нас бы вот между 100% и 120% образовался бы нервный приседающий, мы бы с вами поняли, до каких уровней у нас дойдет наша волна. Либо это будет 1,61, либо 2,61. Такое тоже бывает. И именно нервный приседающий, которого мы с вами изучали, он бы нам об этом сигнализировал. При этом, при всем, то есть, по именно расширению, то есть, как мы определили точку, данную целевую зону, то есть, где бы мы выходили из рынка. То есть, по факту, заходя в данное движение, то есть, вот на данном приседающем после его образования, то есть, вот на этой свече мы бы с вами зашли в рынок, забрали бы вот данное такое движение. При этом, при всем, если отмерить, давайте попробуем, мы бы с вами забрали движение, то есть, закрывая позицию вот здесь, 12-93%. В принципе, неплохо, с учетом того, что это было бы раз, два, за два дня. С учетом того, что многие торгуют с плечами, то есть, это, в принципе, неплохой результат за два дня, так скажем, поработать. При этом, при всем, то есть, почему мы зашли бы на вот данную свечу, так как она является у нас приседающим. Почему мы бы открыли после вот этой вот свечи, соответственно, сделку? Так как у нас, по факту, вот данная зона уведания, которую мы с вами разбирали, была пробита зеленым. И, в принципе, после этого пробития мы бы с вами могли пробовать заходить и сделать. Но при дальнейшем изучении, то есть, волн и лед, вы бы поняли, то есть, что перед нами была именно первая волна, далее у нас идет коррекционная вторая волна и, соответственно, это третья волна. То есть, при пробитии данной зоны мы бы с вами заходили именно в третью волну, в объемную, которая у нас начинала. То есть, как растягивается Fibonacci расширение, это инструмент, который помогает нам определить именно целевую зону, куда придет цена. То есть, цены волнах леда, они всегда входят по определенному алгоритму, именно до тех целей, точек Fibonacci, которые мы с вами определяем, всегда. То есть, редкий раз, и то это не третья волна, цена может пойти немного по другой формации, но это будет плюс-минус одной и той. То есть, соответственно, пользуясь расширением, мы с вами берем начало цикла, то есть, нижнюю точку, далее берем с вами верхнюю точку первой волны, и далее берем с вами нижнюю точку, то есть, здесь это у нас точка именно приседающего. Соответственно, мы получаем график растянутый с процентным соотношением похода цены. Почему третья волна всегда входит один в один? То есть, третья волна – это по факту зеркальное отображение первой волны, поэтому она не может не прийти один в один. Она может уйти выше, но ниже она уйти не может. То есть, если вы торгуете с третьей волной, третьи волны, они всегда импульсны, с большим объемом, и всегда дают заработать. Поэтому они интересны. Поэтому действия другого движения, в принципе, как такового не ожидал. Но, опять-таки, данная третья волна – это всего лишь одна из подлом, которые у нас сейчас образуются. То есть, при этом, при всем, далее у нас уходит коррекция, и далее будет завершение именно образования глобальной третьей волны. Поэтому будем ждать дальнейшего развития событий на данном рынке и на данном активе. При этом, при всем, то есть, когда мы с вами будем анализировать рынок, то есть, трейдинг ее особо настраивать не нужно. Мы будем пользоваться, как я вам до этого говорил, чисто нашими знаниями, багажом знаний, которые вы получаете. Плюс нам нужно будет всего два индикатора. Первый индикатор, он у вас, априори, будет включен на трейдинг ее, это объем. В принципе, его нужно будет немножко подкорректировать. Соответственно, длина МА вам нужно выставить на 20. Здесь, в принципе, если вас все устраивает, то есть, вы можете оставить так, как есть. То есть, единственное, здесь цвет по именно умолчанию стоит, я не помню, вроде фиолетовый, что-то такое. Можете поставить, то есть, какой-то другой, который вы больше будете воспринимать. И самый основной из индикаторов, который нам нужен, один-единственный, которым мы будем пользоваться, это индикатор именно МАГДИ. Но, так как индикаторов МАГДИ немного, нам нужен определенный. Поэтому мы сейчас с вами разберем, какой именно нам понадобится и как мы его настроим. Нам нужен МАГДИ-лидер, не какой-то из этих всех. Именно МАГДИ-лидер. Мы будем пользоваться именно им. То есть, мы его включаем. Когда мы включили, мы видим, в принципе, не особо понятный график. При этом, при всем, нам нужно будет его настроить. Настроить правильно, а данные настройки, они будут использоваться у нас далее всегда. То есть, что мы делаем? Мы выставляем первое пятерка, второе мы выставляем на 34, третье мы выставляем на 5. Далее, здесь обе галочки мы включаем. В аргументах у нас настройка прошла. Далее переходим в стиль. Первое. Галочки мы все оставляем. Здесь мы выставляем гистограмму. Здесь мы выставляем столбцы. сигнальную линию мы оставляем, так же, как она и есть. Единственное, цвет... Ну, давайте поставим поярче, чтобы было заметно. И здесь мы заместо штриха берем обычную, то есть, прямую линию и выставляем белый цвет. То есть, далее мы переходим в аргументы, нажимаем ОК. Все, индикатор МАГДИ у нас настроен. Выглядит он теперь у нас вот так, если его растянуть. То есть, вот этот единственный индикатор, который поможет нам определять именно ход тренда, движение волн и определение, какая волна именно перед нами. Больше никаких индикаторов использовать в торговле мы не будем. При этом, при всем, то есть, это, я думаю, больше плюс, чем минус, так как мы будем основываться на нормальной, так скажем, тенденции рынка и будем получать сигналы сами от себя, причем в очень быстрые и короткие сроки. То есть, запомните настройки. Кто не запомнил, можете пересмотреть видео, которое будет в канал и настроить данный индикатор на сайте TradingView как положено, потому что он вам будет нужен в дальнейшем. Давайте разберем, то есть, именно волновую структуру эллиота. То есть, мы с вами уже смотрели, то есть, волны состоятся, у нас всего имеется 5 волн эллиота, после которых у нас всегда следует коррекция. То есть, после 5-й волны мы с вами уходим на коррекцию. Коррекция у нас всегда состоит из 3-х волн, это А, В, С. Но, опять-таки, бывают такие случаи, когда у нас коррекция от 5-й волны проходит немного сложнее и выходит тоже 5-й волновую структуру, получается А, В, С, Д, Е. При этом, при всем, то есть, на это нам будут указывать некие значения, которые мы с вами изучим. То есть, если вы будете не понимать, какая именно волна перед вами, как это сделать, почему оно так происходит, вы всегда должны возвращаться именно на более меньший таймфрейм. Помните, то, что данные волны, они цикличны и они повторяются на каждом таймфрейме. Просто чем меньше таймфрейм, тем больше данных волн у вас будет. То есть, если смотреть именно на волновую структуру, то у нас она, получается, выглядит, ну, грубо вот так. И далее у нас, когда мы будем проходить, мы каждую волну разберем с вами по отдельности и у вас пазл сложится еще более конкретно. То есть, фактически, если нарисовать, то есть, подструктуру каждой волны, то, я думаю, вы в этом уже будете узнавать те графики, которые вы привыкли видеть, то есть, взглядом на рынок. Вот поэтому, то есть, вот данное схематичное, так скажем, изображение, оно более явно показывает нам, то есть, чего, что происходит на рынке и как он движется. То есть, по факту, это хаос, то, о чем мы с вами говорили. Но мы этот хаос при помощи данных инструментов, соответственно, упорядочиваем и понимаем, что вот эта волна у нас придет вот сюда, данная волна у нас придет сюда, данная волна придет сюда, и при этом, при всем, мы выстраиваем торговый процесс. То есть, здесь мы купили, здесь мы продали, допустим, часть, здесь мы докупили большую часть, здесь мы продали все позиции, здесь мы практически не торговали, так как это манипулятивная волна, и это движение мы забрали по максимуму, по возможностям. При этом, при всем, то есть, наш торговый процесс выстроим, у нас есть понимание по движениям цены, мы знаем, куда она придет и не гадаем, то есть, не тычем пальцем в небо, так скажем. Потому что мы уверены, мы все рассчитали, мы все предусмотрели, и мы понимаем, что цена будет вот здесь. Вопрос, за какой именно промежуток времени, это вопрос уже активности самого рынка, активности, так скажем, внешних трейдеров и готовности рынка претерпеть некие изменения. Но она будет здесь в любом случае. Поэтому данная, то есть, теория, она всегда имеет место быть и помогает нам зарабатывать на рынке, какой бы он ни был. Почему мы не используем именно линейную методику анализа рынка? Давайте берем грубо формации падения, так сказать, нисходящего трейдера, то есть, фактически, то есть, что делает основная масса тех людей, кто анализирует трейдеры. Вот при таком движении они начинают чертить параллельные каналы, при этом, при всем, то есть, они переходят в линейную плоскость, в линейную формацию, и, то есть, что они думают? Они думают, то есть, соответственно, что данный рынок, он дальше будет продолжать некое там нисходящее движение в рамках данного канала, и цена будет, то есть, идти дальше в такой же формации, то есть, соответственно, она пойдет у них сюда, дальше сюда, дальше сюда, и они будут забирать движение отсюда сюда, отсюда сюда, отсюда сюда. Но, фактически, что происходит, то есть, с такими трейдерами, они набрали, то есть, позиции. По факту здесь, они заработали здесь, да, цена пришла в эту точку, она в любом случае придет сюда, но при этом при всем, когда она пришла сюда, они уверены, что дальше цена пойдет к нижней границе, и они заберут еще вот это движение. цена, но мы, изучая теорию, мы понимаем, что у нас цикл закончен, и дальше мы должны пойти по другому сценарию. То есть, мы с вами понимаем, что здесь произошло у нас пять волн, мы дошли до верхней границы, на этом у нас закончилась волна 1, при этом при всем, то есть, трейдеры, те, кто набрал здесь позиции, они ждут цену здесь, но она идет вниз, как они предположили, то есть, они рады, все довольны, но она останавливается вот здесь, они ждут небольшой коррекции и выхода обратно вниз. Но при этом при всем, то есть, мы с вами понимаем, что далее у нас следует следующая третья волна, и движение будет именно вот такое. При этом при всем мы выбираем самое большое движение, самое сочное, и закрываем позиции здесь. А данные трейдеры, они либо выходят по стопу, которая обычно стоит где-то вот здесь у них, либо те, кто не пользуется стопами, ловят ликвидацию, ну, примерно где-то вот здесь, и теряют свои средства на радость брокерам. Поэтому данная теория, она работает, работает всегда, то есть, при этом при всем есть такой вариант, что цена у нас может сходить и вот так. После этого уже пойти обратно, именно на новый цикл. На новый цикл. Но при этом при всем мы с вами тогда понимаем, что вот в такой структуре, в такой формации при дальнейшем развитии событий, то есть, именно вот так. Мы с вами прекрасно понимаем, если именно складывается такая ситуация, то у нас в коррекционной вот этой волне С должно быть тогда 3 подволны. Если 3 подволны присутствуют, тогда пойдет по этому сценарию. Если же мы с вами переходим на более меньший таймфрейм и вырисовывается картина вот такая из 5 волн, то тогда такого сценария у нас уже не будет. Когда мы идем по привычному нам сценарию, и рынок у нас поднимается вот сюда. То есть, поэтому мы всегда идем на движение рынка. И делая свой анализ, мы понимаем, где, когда и почему окажется цена. Поэтому именно следующие занятия, они будут сложнее, они будут интереснее, более информативнее. И по факту по окончанию следующего курса занятий мы с вами можем разобрать момент, соответственно, функционала биржа и приступить к некой практике по торговле. Ну а на изучение материала, то есть, следующего у нас уйдет примерно в районе месяца, то есть, менее-менее. Поэтому нужно быть к этому готовыми и понимать, для чего вам это нужно. Если вам это действительно нужно, то вы научитесь, вы изучите, и вы найдете, как из этого получать максимальную выгоду для себя. Так, в принципе, по ознакомлению у меня на этом все. Единственное, вот эти вопросы, они для самостоятельного экзамена. То есть, по факту вы можете сейчас сделать скриншот, либо в дальнейшем на записи поставить данные вопросы на паузу. И постарайтесь просто сами себе ответить на данные вопросы. Это поможет вам именно разобраться в том, как вы освоили предыдущий материал. Если вы сможете, не колебаясь, ответить на все вопросы, как это было изучено, то значит, все хорошо, вам можно идти дальше. Если же у вас не получится ответить на данные вопросы, значит, вам нужно пересмотреть уроки, может быть, задать какие-то вопросы. В принципе, ребят, не стесняйтесь, вы можете, если у кого-то какие-то вопросы возникают по обучению, можете задать их в личку. Если вопросы будут какие-то глобальные, то значит, мы просто на следующем занятии данные вопросы разберем на всеобщем обучении. При этом, при всем, то есть те, кто это уже знает, они закрепят данный материал, те, кто это недопонял и может быть постеснялся спросить, они уже получат понимание, так как это есть на самом деле. Поэтому главное не бояться, мы обучаемся, соответственно, чтобы обучение не прошло напрасно, если что-то непонятно, то всегда нужно спросить и не отмалкиваться. вопрос, потому что дальше будет хуже. В принципе, на этом у меня все. Если у кого-то есть какие-то вопросы, то не стесняйтесь, задавайте. Ребята, ну если вопросов нет, то хорошего дня. В понедельник мы с вами встречаемся и начинаем изучать волновую теорию Эллиота, начинаем изучать пять факторов, которые влияют на смену тренда и без которых тренд не переходит в противоположную сторону, не меняется. и, в принципе, данные знания у нас займут, получение данных знаний у нас займет достаточно времени. Но при этом при всем, то есть цель одна – это научиться получать максимальную выгоду для себя от рынка. В любой момент, в любой день недели на постоянке именно научиться не только инвестировать, но и самостоятельно, не на пассиве зарабатывать, где бы то ни было. Все, ребят, всем спасибо, хороших выходных, встретимся в понедельник. Спасибо большое, Алексей. Спасибо, взаимно-заимно. Да, ребят, всем тоже хороших выходных. За выходные, думаю, надо будет еще раз все пересмотреть, потому что пока не могу...